всем привет мои хорошие сегодня я дома отдыхаю но верни не отдыхаю мой какой нас ветер а работаю с бумагами но и поэтому у меня нашлось немножко времени снять вам видео видео я знаете какого плана хочу снять для вас и для меня тоже для себя любимой так как я очень много экипу инструментов для работы и всяких приспособлений увезла уже в ресторан ну которые такие большие стационарные или для слова вылетают ребята индустриальные вещи которые для работы не для дома я увезла в ресторан и оказалось что у меня дома в принципе ничего такого интересного не осталось решила что мне же дома тоже надо и готовить я буду что-то да чтобы приехать например на работу привести либо что-то готовое либо полуфабрикат какой-то и в итоге я купила такой вот небольшой комбайн и сейчас я хочу с вами открыть и посмотреть я хотела именно такой маленький потому что большой и увезла и не не всегда мне удобен большой для дома а вот именно такой с погружным блендером мне в самый раз дома и что мне еще понравилось что здесь есть и овощерезка наверно да как это называется овощерезка или процессор для овощей но в общем давайте посмотрим и взбивалка в общем я сейчас я переставлять камеру не буду я буду тут прямо при вас открывать я еще не вскрывала не доставала ничего так вот сразу сверху у меня лежит мульти мультифункциональный блендер называется но посмотрим что он тут нам в мультифункциональный так и так сверху я достаю опа вот такие две штучки дрючки сейчас мы будем смотреть что это а это сам наверно да это сам погружной блендер насадка такой металл хороший вы знаете металл я смотрю хороший и сам механизм сам блендер как таковой да вот это испанская фирма по моему уже сказала да так сейчас мы посмотрим как это вставляется а вот вот такой погружной блендер принципе это очень удобно когда ты небольшое количество чего-то делаешь можно и в стаканчики и сейчас посмотрим что у нас там со стаканчиком дальше открывает к коробка видите это было вот так как вы сверху вложено раз мы будем открывать вот эту серединку что здесь у нас потому что я так подумала что если я вскрою я же это уже в коробку складывать не буду я так как сейчас занимаюсь там разборкой немножко тоже кухня еще остались остатки надо которые перевести ресторан складываю и вот так решила ага здесь надо здесь скотчем заклеена а я без без ножа смотрим ну ладно ничего сейчас я как-нибудь вытащу они видите все тут скотчем заклеена сейчас откроем где наша не пропадала правда же сейчас вскрою не стала я камеру переставлять вы уж меня извините потому что так понятно это вот такой маленький 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 вот этот аппаратик который будет не шинковать нарезать овощи то есть сам вот этот механизм вы меняете только вот эти насадки так сейчас поставлю так посмотрю что тут вот смотрите и получается очень такой небольшой насколько здесь на пол килограмма на 500 миллилитров вполне достаточно вы знаете так это и еще тут еще одна штучка это что у нас а это наверное просто чашечка тоже надо нам ее открыть как-то сейчас скроем потому что это я же все буду выбрасывать куда мне это все все эти мусор собирать ух как ну залепили хорошо так все ага так достаем этот я уберу все опа чтобы не мешало и достаем саму чашечку ух так 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 смотрите значит чаша на литр большая сверху на чашку у меня пакетики тут улетают сверху на чашечку оставлять такая закрывается то есть даже если вы что-то взбили вам надо поставить в холодильник или что-то да то есть вы можете закрыть и вперед и с песней когда взбиваете можно поставить одеть на дно чтобы не не дрыгалась не скользила сама чаша тоже очень удобно знаете два в одном и и еще здесь маленькая такая взбивалочка взбивала чка как она разъедену ага вот то есть маленькая взбивала чка он услышите я вообще очень довольна тоже одевается посмотрите вы видите супер я я довольна ребят очень классная вещь очень и все такое небольшое вы знаете то есть погружной блендер смотрите раз 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 в стаканчике взбил надо овощи нарезать быстренько для салатика нарезал очень замечательно в общем я довольна очень хорошая такая штучка так как тут вытаскивать блин ломать не строить называется ну ладно потом я посмотрю как это вытаскивается все равно это буду использовать сейчас все это сложу так это первая штучка которую я купила покажу что я еще купила к этой же к этому же аппаратику а к этому же аппаратику я купила две вот такие формы но я покажу вам одну потому что в общем то коробки одинаково я купила и круглые и квадратные на самом деле я купила две круглых и две квадратные знаете так чтобы было уже побольше я одинаковая потому что даже если я буду что-то готовить для дома то мне и для дома нужно потому что все я перевезла все такое рабочее индустриальное я перевезла уже в ресторан и дома у меня как оказалось того не хватает того не хватает ну и раз уж я купила этот новенький аппаратик мне захотелось к нему знаете каких-то прибамбасов вообще мы люди которые готовим много мы такие дурные мы когда заходим в эти магазины где все для кухни у нас просто закрывается ширма и мы хотим купить вообще все скупить весь магазин вне зависимости есть у нас нету у нас будем использовать не будем использовать вот мы видим сейчас и нам надо это обязательно купить это вообще какой-то маразм но на самом деле я уже формы вытащила из коробки чтобы тут не шуршать вот такие разъемные две формы вот они видите такая расцветочка коричневая все как сейчас модненько так под дерево под камень вернее сделано квадратная такая достаточно тоже большая видите разъемная квадратную разъемную вообще очень тяжело купить если быть откровенным до конца не знаю насколько здесь практичный материал хороший потому что если ты будешь готовить изредка как некоторые домохозяйки не так часто используют духовку или не так часто пекут то я думаю что это будет супер хорошо но вот так как мы все-таки готовим много я не знаю у меня как бы терзают сомнения но внешний вид мне нравится по крайней мере сейчас у меня дома будут и две квадратных формы и две круглых одинакового объема потому что ну это мне необходимо в этой форме в квадратной даже кстати могу делать тирамису здесь два слоя ну вернее даже четыре получается слоя два слоя печенья и с кремом вполне достаточно и потом можно открыть аккуратненько вытащить и нарезать на порции продавать в ресторане так что это очень даже удобно и все одинаковое знаете как одной формы ну да ладно это потом так кстати я вам не сказала вот эта форма 24 сантиметра диаметром и 7 сантиметров высотой достаточно большая и круглая форма 26 диаметром тоже и чуть-чуть пониже 6 сантиметров высотой но в принципе формы достаточно такие большие не маленькие но мне нравится кстати вот если печь торт то здесь килограмма на три в этой форме выйдет торт но если коржи потом еще поставить крем же проложить разрезать скажи здесь такой это большой и достаточно торт получится и квадратный тоже можно же квадратное делать кстати если на порции продавать в ресторане то мне кажется квадратный даже удобнее разрезал на порции положил украсил и замечательно итак ребят показала вам увидите все у меня бздык мне нравится все такое сейчас хочу вам показать еще кое-что две такие интересные штучки я их пока не использовала не знаю как они работают но вдруг кто-то из вас уже пользовался этим и может быть мне в комментариях напишут как это работает и вообще работает ли потому что купить купили но пока я купила но пока еще этим не пользовалась все лежит в упаковочке сейчас я вам это покажу итак поехали дальше вот такая штучка красная сейчас достану с пакетика это такой силиконовый коврик пока не пробовала его не знаю пошуршу тут вам и ветер и я шуршу в общем ужас вот смотрите вот такой силиконовый коврик вот с такими пупырышками видно вам не видно как вам показать вот такой да его кладут на противень и сверху вы можете жарить курочку и так далее или там что-то готовить мяско то есть ничего не прилипнет потом вы просто снимаете то есть не надо вам отскабливать от противня не знаю не пробовала но купить купила знаете как ну потому что кухня опять же и еще два коврика их я уже раскрывать не буду потому что ничего тут такого вам показать невозможно да тут два таких вот коврика это коврик из какого-то специального материала который кладется сверху на барбаку на мангал на решетку и вы тоже прямо на вот этой на вот этом материале жарите там мясо я не знаю котлетки или овощи тоже чтобы ничего не прилипало и ничего не подгорало или например поджарили и переложили коврик этот там например чуть чуть дальше не под открытым конечно огнем переложили и этот коврик сохраняет как бы тепло и все горячее остается я не знаю ребята правда не правда не пробовали ничего не делали этот коврик мы подумали коврики мы их несколько купили мы подумали что мы когда в ресторане будем делать барбекю для того чтобы ничего не пригорало мы будем будем его использовать по крайней мере попробуем но и силиконовый я тоже вы видите он новенький совершенно такой мягенький такой хорошенький такой тоже хочу ну попробовать что-то допустим рыбку может быть да положить сюда что-то печь я не думаю потому что если тесто ты положишь оно же будет такое все в пупырушках хотя может быть если крутое для пирога например которое не жидкое тесто для пирога покруче может быть и ничего не знаю но посмотрим в общем вот такие вот покупочки напишите если кто-то использовал такие коврики может быть у кого-то даже такой есть мультифункциональный блендер я не знаю этой фирмы ну или подобного плана напишите кто я именно вот такого плана никогда не покупала это первый раз у меня были либо старые либо кичинаер вот такого да а такие маленькие ну вот попробую впервые надо же когда-то пробовать итак все всем спасибо за внимание спасибо что были со мной и всем пока пока чао пока 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 пока